В Казанском университете прошел прямой эфир, посвященный манипуляции соцсетей, поведения молодежи и цифровой след как новая реальность. Какие темы поднимались во время прямого эфира и на какие вопросы ответили гости студии, узнаете в следующем сюжете. Гостями студии прямого эфира, посвященного теме манипуляции соцсетей, поведения молодежи и цифровой след как новая реальность, стали проректор по общим вопросам Решат Гузееров, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский, и заведующий кафедрой конституционного и административного права Евгений Султанов. По традиции, ведущим прямого эфира стал Леонид Толчинский, декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Основной повесткой на собрании стал вопрос, как соцсети могут воздействовать на современную младежь, и тот факт, что любое действие в интернете не остается незамеченным. Надо сказать, что последние события в США, где социальные сети заблокировали действующего президента Трампа и волнения, связанные с движением Black Lives Matter, которые также во многом инициировали социальными сетями, не могли не подвести к мысли о том, что появилась сила, способная манипулировать людьми на очень высоком уровне. А влияние этих социальных сетей на молодые умы и цифровой след, оставленный ими в виртуальном мире, и шел разговор в студии телеканала Универ ТВ. Ну, надо понимать, что то, что мы как бы сделали, то, что мы написали в сети, оно остается. Для нас мы написали пост на стену, и все. А информацию можно сохранить, во сколько мы это сделали, под влиянием каких других, какие мы страницы до этого посмотрели. Конечно же, некоторые сайты, они сразу говорят, мы этого не делаем ребятам точно, и некоторые даже сертифицируют программный код. Но это не касается очень многих приложений, поэтому тут надо все-таки быть готовым к тому, что, ну, в принципе, информацию, которую мы оставляем, и цифровой след тоже, то есть вот мы пошевелились, и наше шевеление очень легко можно записать. Также вопросом, вызвавшим обсуждение, стало то, что через соцсети молодежь призывают к тем или иным действиям. По словам проректора, по общим вопросам, всегда нужно думать головой перед тем, как что-либо делать, особенно если вас в социальных сетях призывают к массовому, какому-либо действию, выходящего из зоны правового поля. Наша молодежь, если к ней идет обращение, и ею пытается манипулировать, наверное, на самом деле нужно в первую очередь включать голову, нужно думать, для чего все это делается, как это делается. Если человек взрослый и себя ощущает взрослым и личностью, в первую очередь должен думать, чтобы, имея свои какие-то политические цели, он должен эти цели именно пестовать, должен их обращать в рамках правового поля. Человек должен понимать, что если он в чем-то участвует, он должен понимать, что за какие-то такие действия он может понести ответственность. Когда мероприятие не сенсационировано, поймите, здесь, наверное, и государство будет какие-то меры принимать, потому что непонятно, для чего это делается. Возвращаясь к теме молодежи и интернета, Леонид Толчинский выразил опасение, что многие молодые люди просто до конца не сознают серьезности ситуации, относятся к этому достаточно легкомысленно. Какая-то часть и школьников, и студентов, вообще молодых людей в целом, они смотрят на такого рода приглашения, на такого рода манипуляции своим сознанием, как на возможность хайпить. Какие-то фотографии, потом будут лайки. Означает ли, что он идет с этим соображением, а что не потусить-то? Пригласили по приколу. В свою очередь, Евгений Султанов отметил, что организаторы незаконных мероприятий понимают, что своими действиями могут привлекаться к ответственности, однако стараются найти манипуляционные ходы через соцсети, которые, на первый взгляд, не являются путями призыва. Организаторы должны в данном случае помнить о том, что призывая любыми способами к участию, они тем самым участников вовлекают в незаконную акцию. Участие в незаконной акции, не согласованно, лучше правильно сказать, то, безусловно, за этим следует и административное, а если там будут какие-то еще и беспорядки, насилие, то и уголовная ответственность. Поэтому здесь, как говорится, хайпануть и потом сказать, что я просто рядом где-то, так скажем, стоял и никаким образом не участвовал, оно не получится. Вот в чем вся проблема. В завершении эфира Леонид Толчинский подытожил, что лучший способ среди молодежи выразить свое мнение – это сходить на выборы. Вот очень хороший способ выразить свою позицию – пойти проголосовать. Выборы, в этом году будут выборы. И мы всегда фиксируем, что молодежь хуже всех голосует. Вот это радикальный шаг. И полную версию прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в группе ВКонтакте.